Массажный пистолет Массажер от Блицвульф И это третий массажер, который у меня на обзоре, так что будет про что рассказать и чем сравнить. Вообще, перкуссионный пистолет это классная вещь. Используется он для уменьшения мышечной боли, улучшения кровообращения, снятия боли в суставах после тяжелой тренировки или длительной физической работы. Его применяют профессиональные спортсмены и обычные люди, страдающие рассеянным склерозом, артритом и мышечной артрофией. Благодаря своей универсальности массажный пистолет может влиять на любую мышцу вашего тела. В наборе самим пистолетом приходит 6 насадок для массажа каждой группы мышц отдельно. Но лично мне понравилась резиновая круглая насадка, она мягкая и хорошо передает вибрацию. В массажере все просто. Снизу переключателем подаем питание. Кнопкой на панели запускаем и регулируем скорость из 20 положений. Справа цифры показывают процент заряда. В комплекте идет кабель для зарядки устройства, который заряжает его за 4-5 часов. Проработать массажер может на самой большой скорости 6 часов, а на самой малой 11. То есть, если вы врач, то заряда хватит вам с головой на 1, а то и несколько дней, так как вряд ли нужно будет постоянно работать на самой мощной передаче. Мне, например, 10 скорость нравится. Она хорошо прорабатывает мышцы и ничего не болит. Главное правильно пользоваться массажером. Если вы не знаете как, то сейчас расскажу. После запуска вы аккуратно дотрагиваетесь рабочей частью до зоны, которую будете массажировать, например ногу. Аккуратно доводите до легкой вибрации мышцу и массажируете. То есть, давить на тело не нужно, а слегка прислонить. Также есть отдельные участки, такие как колено, например. Их нужно массажировать через подушку. Так что, обращаю ваше внимание, перед тем, как делать массаж такой штукой, посмотрите видео от профессионала, как правильно работать на отдельных участках, чтобы не навредить себе, а то можно. Если сравнивать данный массажер с другими, то отличий почти нет. Вибрации одинаковые. Но что я не встречал в массажерах подороже в несколько раз, так там не было вибрации на руку. А в этом есть вибрация при работе. Это плохо. Работать им вполне нормально, но если вы делаете массаж на постоянной основе, то можете устать. Имейте в виду. Если же вам нужен массажер для домашнего использования, то этот нюанс, думаю, не будет вас утомлять. Вес устройства 750 грамм. И массажер не ощущается тяжелым в руке, работать удобно. Кроме спортсменов и активных людей, многие терапевты и мануальные терапевты используют устройства на своих пациентов, поскольку они часто могут выполнять больше работы, чем терапевт, за более короткий пробежуток времени. Массажер не из самых дешевых, но и дорогим его сильно не назвать. Думаю, стоит своих денег. В принципе, плохого ничего не скажу, кроме небольшой тряски в руке. Но это терпимо. Так что, если вы интересовались, чтобы выбрать из этого сегмента, то присмотритесь. Пишите, что думаете по поводу таких массажеров. Вам делали массаж такими и как вам? Или вы предпочитаете традиционный массаж руками? Мне, например, и один, и второй вариант нравятся. Главное, чтобы делали мне, а не я. Спасибо, что смотрите. Увидимся. Хорошего вам дня.